все на стандартно то как бы спокойно пообщаемся 1 2 3 поехали всем привет друзья вы смотрите slt fight news и посмотрите кто рядом со мной давно я хотел встретить с этим бойцом и конечно же я думаю все вы хотели чтобы мы пообщались здравствуйте чингис ну мой первый вопрос вам это конечно же по предстоящему бою и как я помню это 24 ноября ну и this champion расскажите как вы готовитесь и может быть про соперника если вы что-то я как раз вот сегодня успел только приехать на финал и панкратиона поэтому у меня идет активная подготовка у меня впереди мой титул чемпиона мира который я буду защищать третий раз не шала и получается что встречаюсь я с марокканцем мухаммед гендольф я сам встречался уже в париже на турнире викторе два года назад тогда я выиграл спокойно и тогда была проблема что у меня была травма с правой рукой как все прекрасно знают и этот парень очень опасный боец идет всегда вперед терпит много ударов и никогда не сдается до последнего идет вперед так что неудобный парень особенно сейчас я посмотрел он боксирующих 77 75 килограмм он будет сбрасывать вес мою категорию это в 70 500 так что мы его ждем и первый бой у нас была наша победа но не получилось то что мы реально хотели сделать против него а сейчас мы готовим определенную тактику которая будет именно то что мы хотели сделать посмотрим тогда мой следующий вопрос я знаю может быть он будет не очень приятным но все же хотите ли вы реванш с петросяном и может быть это даже обсуждалось где-то знаете я вам от отвечу так я буду самым счастливым человеком когда у меня будет реванш петросяном потому что я жду этого боя снова чтобы там не было оправдание никаких мы не ищем потому что это спорт и петросян это боец высокого уровня это легендарный боец как я говорил что мы встречались в ринге у него на территории но сейчас я хотел бы очень много промоушенов предлагает сделать реванш я подписываюсь на любой промоушен я уже не раз говорил на любые условия чтобы встретиться с петросяном и я хотел бы чтобы в ответ он тоже согласился на этот реванш просто есть такая ситуация что петросян сейчас подписался контракт подписалась вам чемпион шип это ребята сингапур они предлагали нам контракт но у нас сейчас на кону подписание контракта с беллатор на три боя 2019 году и мой контракт с к 1 япония поэтому получается что неизвестно когда может быть реванш но еще раз повторяю всем я буду самый счастливый боец и самый счастливый человек когда я увижусь петрося нам снова в ринге я это очень сильно хочу прекрасный ответ этого ответа мы ждали на самом деле ченгисалазов вы коснулись промоушенов и вопрос по моему который зреет уже долгое время я думаю он самый насущный на данном этапе когда в глории да все задают этот вопрос это очень такой вопрос для всех интересный скажу вам так я уже давно хотел и давно мог быть в глории как это прекрасно все знают потому что я уже с десятки встречался с многими бойцами и было только победа над ними и получается так что в этой ситуации не только я решаю у меня есть мой менеджер у меня есть мой тренер но в этой ситуации решает мой менеджер и тут получилось что глория это та организация боев которые если ты подписываешь контракт с глори то ты только можешь боксировать глории территории глории поэтому а у меня есть действующих поясов немало и поэтому я не могу сейчас все это оставить и перейти в глории потому что для меня бил эти пояса которые у меня они важны я очень долго к ним шел мы прекрасно это понимаем теперь это все объясняет на самом деле давайте до последний раз по боям последний вопрос и нам такой с кем бы вы хотели встретиться в бою вот ваш ну кроме петросян я так понимаю ну это те самые имена которых все знают кикбоксинге это два бойца из глори это сетича и григорян и 3 боец кем бы я хотел увидеть это петросян среди их троих это первый боец петросян потом уже сетича и григорян я жду этих боев очень сильно еще раз это зависит не то что что кто хочет кто может нет я думаю и они хотят боя но многие организации не могут нас вести они могут боксировать да в глории а я или в каких-то других промоушенов но у них есть эксклюзивный контракт с глори они имеют права двигаться куда хотят а у меня есть ситуация что я свободный боец на данный момент и могу с ними боксировать где угодно поэтому у глори есть большой вопрос что они хотят меня подписать но они не могут потому что мы не подписываем с ними контракт я понимаю мы завершение уже долго не будем мучить мы находимся на чемпионате мира по панкрециону 2018 года очень значимое мероприятие грандиозное как вы вообще относитесь панкрециону таким видом единоборств как панкрецион мм и и прочим не касательно кикбоксинга тайского бокса честно сказать то я отношусь ко всем видам спорта и в том числе и к единоборствам очень хорошо панк панкрецион я первый раз на таком турнире я вообще нигде не бывал и не видел вообще что это за бои я знаю что такое мама что такое панкрецион с большего все это видел и знаю но именно на таком турнире как сегодня я не бывал я вижу большой потенциал этого вида спорта и я вижу болельщиков определенной интересные бои как в стойке так и в партере ребята умеют изучая сейчас реально до конца правила панкреционов но я скажу что есть вот на таком уровне белорусский панкрецион будет подниматься то есть определенно хорошее будущее и хотел бы пожелать им удачи только чтоб двигались вперед то что это тяжело но как говорите есть дорога вперед есть поворот налево направо но если ты двигаешься только вперед все должно получиться прекрасно мы тоже конечно же желаем удачи развития панкрециону и конечно же желаем удачи нашему любимому горячо любимому бойцу ченгиза лазу всего доброго